МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу здоровья на телеканале Самара ГИС. В студии Мария Иваткина. Здравствуйте. Кожа – самый большой орган человеческого организма. Ее площадь может достигать 3 квадратных метров. У нее даже есть собственная замкнутая иммунная система. Как сохранить здоровье кожи? Поговорим сегодня. У меня в гостях заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Самарского областного кожевин диспансера Екатерина Владимировна Морозова. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Екатерина Владимировна, давайте начнем со специфики заболеваний. Почему возникают какие-то высыпания? Бывает, что ни с того ни с сего человек заметил у себя какое-то высыпание кожи. Большинство кожных заболеваний является следствием воздействия микроорганизмов, бактерий, инфекции, вирусов, грибов. Кроме того, к возникновению высыпаний на коже может привести нарушение диеты, также наличие каких-то соматических заболеваний. Это и желудочно-кишечный тракт, и гинекология, и инфекция лорорганов, и заболевания зубов тоже хронические могут привести. То есть, правильно я понимаю, это и внешние факторы могут воздействовать, и внутренние? Внешне что это? Внешнее воздействие, внешних факторов тоже немаловажно. Это воздействие аллергенов, таких химических веществ, кислот, щелочей, металлов, никель, хром тоже очень аллергенные. Кроме этого воздействия температуры, воздействия солнечного излучения, давления, все это может провоцировать кожное высыпание. Ну это, наверное, менее распространенный фактор, а самое основное, что нам в детстве говорили, мыть руки перед едой, и не только, да? Вот, наверное, неправильная гигиена в первую очередь, нет? Ну, неправильная гигиена скорее приводит к заболеваниям кишечного тракта, чем к коже, но это тоже, естественно, гигиену соблюдать немаловажно. И вы говорили про внутренние причины, да? То есть, заболевание желудка может в форме высыпания какого-то себя проявить? Заболевание желудка, да, несомненно, провоцирует и ряд кожных заболеваний, это и атопический драматит, и экзема, даже может и псориаз провоцировать рецидивы, и ряд других заболеваний. Ну вот какие-то группы риска есть? К группам риска относятся, если это рассматривать заразные кожные заболевания, то это все контактные лица. Если драматоза, то это члены семьи, в которой имеются хронические заболевания, генетические предрасположенные заболевания, то есть заболевания, передающиеся по наследству. Кроме этого, группа профессионального риска – это лица, которые непосредственно контактируют с вредными веществами, кислотами, щелочами, химическими веществами, металлами. Также к группам риска могут относиться люди, часто получающие микротравмы, это какие-то стылиры, овощеводы. Ну, рабочие профессии, наверное. Микротравмы могут приводить к развитию пиодермии. Ну вот может ли к высыпанию привести неправильно подобранный, допустим, крем для рук или гель для душа? Да, может быть аллергическая реакция на какой-либо из компонентов геля для душа. Для этого, в общем-то, советуют пробовать крем на запястье, наносить и оценивать реакцию через сутки. Если нет гиперемии, отека, эритема, зуда, то, в общем-то, крем можно пользоваться. Ну, вообще часто такое возникает? Приходит человек и вот говорит, что у меня вот от крема или от геля. Достаточно часто, да, на косметические продукты возникает аллергическая реакция, поскольку сейчас очень широко используют различные отдушки, консерванты, поэтому возникают аллергические реакции. Ну, то есть, наверное, такой совет, что лучше использовать натуральные кремы? Конечно, если человек может себе позволить натуральную косметику, она более дорогостоящая, то лучше использовать, конечно, ее. На основе органических масел, эфирных масел. Они, такие косметические продукты, обладают не таким ярким выраженным запахом, бесцветные, но мягче воздействуют на кожу и реже вызывают аллергические реакции. Ну, вот если человек заметил у себя какие-то высыпания на коже, куда обращаться, куда идти? Ну, в первую очередь надо отменить применение вот этого крема или же геля для душа, вот косметического средства, и обратиться к специалисту, к врачу, или же к нам в учреждение, в кожно-минологический диспансер, или же можно к терапевту, к врачу общей практики. А к вам сразу можно попасть, нет? Да, можно, конечно, к нам сразу попасть. Ну, вот некоторые стесняются, боятся идти к врачу. Такая распространенная психологическая проблема. Обращаться за помощью к специалисту, к врачу-дерматовенерологу бояться не стоит, поскольку у нас медицинская помощь в нашем учреждении оказывается в рамках анонимности и конфиденциальности. Ну, какие заболевания наиболее распространены? Достаточно часто встречаются аллергические заболевания, контактный драматит, атопический драматит, псориаз, экзема. Ну, вот на слуху, опять же, вернусь к вопросу, болезнь грязных рук. Вот существует такая или нет? Болезнь грязных рук подразумевает собой кишечные инфекции, скорее. То есть само название уже говорит за то, что чаще этим страдают люди неопрятные. Но кишечные заболевания – это все-таки не наша стезя, это гастроэнтерологи занимаются этими заболеваниями. Хотя мы очень тесно взаимодействуем со всеми специалистами, и с гастроэнтерологами, и с педиатрами, и с терапевтами, и с гинекологами. И вот в данный момент у нас ведется такая плотная работа по именно взаимодействию с другими специалистами. Ну вот наиболее распространенное детское заболевание – это диатез. Что это такое, как проявляет себя родителям? Давайте расскажем. Топический дерматит или в народе диатез развивается в детском возрасте. То есть это в первые месяцы жизни проявляется аллергическая реакция на виде высыпаний, ретема, зуда. Ну, ребенок, естественно, беспокоится, плохо спит. Это заболевание наследственно обусловлено, то есть передается по наследству, если у кого-то из родителей имеется это заболевание. Кроме этого, при введении прикорма или же при неправильном введении прикорма также может возникнуть дебют этого заболевания. Ну вот в основном у детишек, у маленьких, на что аллергия бывает? Аллергия бывает и на пищевые компоненты, и на воздействие изне, то есть это ношение синтетических каких-то одежд. Также аллергия может быть на общение с животными, то есть на... Понятно, если кошка в семье. Да, поэтому совет такой, что, во-первых, должна быть постоянная ежедневная влажная уборка помещения, исключить контакт с животными, с домашними. В квартире должно быть минимум ковров, мягкой мебели, проводить постоянные проветривания. Плюс к этому, естественно, соблюдение диеты. И мама, если она кормит ребенка грудью, и если ребенок грудной находится на искусственном скармливании, то для него подбирают специальные смеси, или же это гипоаллергенные, либо лечебные. Ну, наверное, как там, по одному компоненту правильнее вводить? Сначала яблочко, потом морковка, что-то еще, чтобы не были смешанные такие пюре. Чтобы знать, на что аллергия. Вот для этого? Да. Ну, прикорм вводится постепенно, и у детей, страдающих атопическим дерматитом, в общем-то, он проводится в те же сроки, что и у здоровых детей, но под контролем педиатра и дерматовенеролога. Ну вот что делать родителям? Куда обращаться? Понятно, что исключить самораздражитель, аллерген, да? А дальше? Необходимо, конечно, обратиться к педиатру и к дерматовенерологу. Все дети, страдающие атопическим дерматитом, находятся у нас на диспансерном учете. И уже врач-специалист после осмотра будет подбирать индивидуальные методы лечения, терапию. Ну вот какие-то методы профилактики существуют, чтобы не допустить развития этого заболевания? Соблюдение, как я уже сказала, чистоты в доме, исключение контакта с аллергенами, правильное введение прикорма, диета мамы, диета ребенка. Это снизит рецидивы заболевания. Псориаз – это очень частое заболевание, которое встречается у взрослых. В чем проявляется? Да, псориаз на данный момент достаточно часто встречается. Это примерно 1-2% всего населения развитых стран. И проявляется это заболевание, в основном это высыпания кожные, зуд. Также могут поражаться суставы. И может происходить их деформация. Ну вот где, в первую очередь, высыпания проявляются? При псориазе имеются дежурные бляшки. Они находятся на коже в области локтей и колен. Выделяют несколько форм псориаза. Это вульгарный псориаз, ладонно-подошвенный псориаз, псориатической эритродермии и псориатической артропатии. И вот в зависимости от формы заболевания располагаются в испании. Это либо конечности, либо также поражается и волосистая часть головы. Могут поражаться только ладони-подошва. При ладонно-подошве. Также может поражаться весь кожный покров при псориатической эритродермии. Но это врожденное заболевание? Это заболевание, которое может передаваться по наследству. Ну вот бывает так, что вроде бы сначала никаких проявлений псориаза во взрослом возрасте появляются вот эти вот бляшки, как Вы говорите. Достаточно часто так бывает. Есть ряд провоцирующих факторов, в том числе это стрессовый фактор, который приводит вот к дебюту заболевания в достаточно уже взрослом возрасте. Надо меньше нервничать. Все заболевания от нервов. А вот это заболевание сезонно, нет? Есть закономерность. В осенне-зимний, в весенне-осенний период чаще встречаются обострения. вот этого заболевания. А почему весной-осенью? Ну, поскольку переходит вот переходный период, смена погоды, видимо, и это тоже влияет. вот такая... А вот как отличить псориаз от других высыпаний? Есть какая-то отличительная особенность? Высыпания представлены чешуйками, то есть вот при псориазе усиливается деление клеток и нарушается отслаивание их. То есть на коже появляются чешуйки роговевшие. То есть если обратиться к специалисту, чаще всего сомнений в этом нет. Это заразное заболевание? Это не заразное. То есть члены семьи могут не опасаться, да? Если нет, наследственно если... Единственное может передаваться по наследству, да. Ну вот какие-то факторы могут привести к прогрессированию заболевания? Как себя предостеречь? Да, конечно, могут. Это опять же стрессовая ситуация, это наличие сопутствующих соматических заболеваний, нарушение иммунной системы, эндокринной системы могут провоцировать также и воздействие внешних факторов и температурного, физических факторов. Все это может стимулировать развитие процесса. А вот кто наиболее предрасположен вот к заболеванию псориазом? Мы говорили уже о генетически передается, а еще? Ну, в общем-то и мужчины, и женщины болеют одинаково. Нет какого-то разделения. Ну, я имею в виду вот больные ВИЧ-инфекции с ПИДом. Они чаще болеют, нет? У них проходят в более тяжелой форме заболевания, поскольку снижена иммунная защита организма. И заболевания достаточно распространены высыпания при этом. И достаточно тяжело поддаются терапии. Более тяжело. Ну, давайте расскажем о методах лечения. Какие существуют? Существуют наружные методы лечения, системные и физиотерапевтические. Это фототерапия. Наружные при легкой форме используются наружные терапии. Это глюкокортикоидные мази, препараты, содержащие аналог витамина D. Системные препараты это метатрексат, ретиноиды, циклоспорина, иммуносупрессор. Кроме этого, используются в терапии биологические препараты генно-инженерные. фототерапия или используются также различают средневолновую и пувотерапию. При пувотерапии в чем особенности воздействия? Чем они отличаются? Ультрафиолетовое воздействие оказывает противовоспалительное действие, иммуносупрессивное действие. Если заболевание не поддается терапии препаратами, которые были ранее использованы, то вот переходит к более тяжелой артиллерии, к пувотерапии. Ультрафиолетовые лучи используются и у детей, поскольку они более мягко воздействуют на кожу. Вот много методов лечения, насколько эффективны? Можно ли излечиться от псориаза? Или постоянно нужно поддерживать, чтобы заболевание не прогрессировало? Излечиться однозначно нельзя, поскольку это хроническое заболевание, но можно снизить вероятность рецидивов или же продлить период ремиссии. Екатерина, я думаю, дополнит наш сегодняшний разговор, сюжет, который мы подготовили. Давайте посмотрим. Каждый хоть раз в жизни сталкивался с тем или иным видом кожных заболеваний. Для кого-то они становятся незначительным временным неудобством, для кого-то настоящим бедствием. В Самарском областном кожевендиспансере помогают избавиться от неприятных проявлений. Так выглядит операционное. Этот аппарат без боли и последствий удаляет попеломы, бородавки, невусы. Все, что принято считать доброкачественными новообразованиями. Мы рекомендуем удалять доброкачественные новообразования, как правило, которые находятся в местах трения. То есть это подмышечные впадины, складки молочных желез, паховые области. То есть те места, где приносят дискомфорт пациенту. Если дискомфорта нет, то в плане косметологии, если кого-то не устраивают косметологические дефекты, то тоже рекомендуем пациентам убирать. Лазер действует таким образом, что образования буквально высушиваются под воздействием углекислого газа. СО2 воздействует прямо на молекулы воды. Процедура длится от 15 до 20 минут, после чего рана быстро заживает в течение недели. В этот кабинет заходят все, кому приходится жить с кожными заболеваниями. Псориаз – самый распространенный недуг. Борется с ним с помощью ДОС ультрафиолета. Он подавляет деление клеток, снимает воспаление, обладает иммунно-депрессивным свойством. Что делают эти расчески? Прежде всего, они снимают воспаление, они подавляют деление клеток, в результате чего постепенно кожа волосистой части головы и тулы очищаются. Полностью вылечиться от псориаза нельзя, говорят врачи. Жить с ним можно. Главное – не запускать свое здоровье и чаще наведываться к врачу-дерматологу. Екатерина, посмотрели мы сюжет про лечение ультрафиолетом. Сколько сеансов необходимо? Количество сеансов тоже определяется индивидуально врачом-дерматовенерологом. Но, как правило, это от 15 до 35 сеансов необходимо. Ну, вот как к вам на лечение попасть? Вы говорили, что принимаете всех, да, а вот лечение как проходит? К нам на консультацию на лечение можно попасть непосредственно в порядке живой очереди. Кроме этого, можно записаться онлайн через сайт Supremo 63.ru или же непосредственно через наш сайт. Ну, то есть, в принципе, по полису МС, да, любой человек может прийти к вам? Мы работаем не по полису, но на данный момент пока еще. Но обслуживаются все жители Самары, Самарской области у нас, и неотложенную помощь для всех жителей России у нас тоже оказывают бесплатно. Ну, давайте поговорим о дерматите. У взрослых, да, тоже, наверное, встречается. Почему? Какие аллергены основные? Есть атопический дерматит, есть контактный аллергический дерматит. Если рассматривать атопический, да, он может быть и во взрослом возрасте, также проявляется высыпаниями, мучает зуд. Аллергены провоцировать это могут, да, и нарушения в диете, и нарушения неправильной одежды, это синтетическая меха, непосредственно, если контакт с кожей постоянный. Также могут быть какие-то добавки в ткани, там, какие-то синтетические. Синтетические. А вот скоро весна, начнут тополят свести, вот на них все грешат, что вот за них кашляет, чихать люди начинают, вот появляются опять-таки какие-то высыпания, оправданно, нет? Могут быть, да, аллергические реакции и на кожу, на тополь, и на любой другой растительный растение. Но это уже, если начинается кашель, бронхоспазм, это скорее похоже будет уже на бронхиальную астму, нежели на топический дерматит, хотя вот эти вот два заболевания достаточно часто протекают непосредственно вместе. Но вот это вот заболевание, как от других отличить? Как оно протекает? Аллергический дерматит? Аллергический дерматит и контактный дерматит может возникнуть, в общем-то, у любого человека. Контактный дерматит возникает во время первого контакта с аллергеном и именно на месте, где этот был контакт. Аллергический дерматит, контактный дерматит возникает уже у сенсибилизированного человека, то есть внедрение уже аллергена было. И высыпания могут локализоваться как вот на месте воздействия, так и на окружающей ткани и распространяться на другие участки тела также. Но опять-таки, вот может высыпание возникнуть ни с того, ни с сего. То есть жил человек там 30 лет, а потом раз, вот и возник аллергический дерматит. Может быть такое. Но вот почему это происходит? Возможно какие-то опять же сопутствующие заболевания у человека, нарушения в работе иммунной системы, может быть много разных провоцирующих факторов. Но вот как выявить, если это внутренние какие-то факторы, желудок, это кишечник, там половая система, что повлияло на высыпание на кожу? Для этого врач-дерматовенеролог назначает консультации других специалистов. Это и гастроэнтерологи, это и гинеколог, это стоматолог, это оториноларинголог для выявления очага хронической инфекции. Екатерина, давайте, если позволите, еще несколько вопросов от наших телезрителей, которые поступили. Звонок был от Алексея, он говорит, часто хожу в баню, каким средством лучше пользоваться, чтобы не подхватить грибок, поможет ли раствор буры? Сейчас достаточно широкий спектр антимикотических средств в виде спрея, которые надо наносить предварительно перед выходом в бассейн, в сауну, в баню. И это достаточно хорошее средство. Это антисептики какие-то? Антимикотические препараты, да, там может содержаться антисептический компонент. Кроме этого, есть специальные лаки тоже лечебные, которые можно наносить. Это уже непосредственно высыпание, наносится? Это наносится на ногти и предотвращает заражение. Понятно все. Юля спрашивает, каждый раз, как только наступает зима, я выхожу на улицу, на моих руках выступает значительное покраснение. И это несмотря на то, что я регулярно надеваю перчатки. Как мне быть? Почему вообще такое бывает? Это опять же аллергическая реакция на воздействие, на холодовое воздействие, на возможно также на ветреную погоду. Тут необходимо регулярное увлажнение и защита кожных покровов. Перед выходом минут за 20 можно нанести увлажняющий крем защитный, который будет восстанавливать гидролипидный баланс кожи и тем самым воздействовать на защитные барьеры. И еще один вопрос от Юлии. В некоторых магазинах разрешается мерить нижнее белье, но я боюсь это делать, а вдруг заражусь каким-нибудь кожным заболеванием. Действительно ли это опасно? Ну, это по меньшей мере не гигиенично. И заразиться можно, можно и чесоткой, то есть и педикулезом есть такая вероятность. Звонок от Эдуарда. До недавнего времени я регулярно мыл руки с мылом, но вот один мой приятель, заметив это, сказал, что если и дальше так дело пойдет, то моя кожа с годами будет от частого пользования мылом только страдать. Он прав? Гигиенические процедуры никто не отменял, конечно, руки надо мыть и с мылом, но есть натуральные антибактериальные компоненты, которые входят в ряд косметических продуктов. И если какие-то проблемы с кожей возникают, то можно использовать их, которые более мягко воздействуют на кожу. А что лучше, жидкое мыло, обычное мыло? Жидкое мыло, оно меньше сушит кожу, поскольку там меньше содержится самого мыла. и там больше компонентов смягчающих, увлажняющих и питающих кожу. Екатерина, давайте у нас осталось меньше двух минут, подведем итог. Как обезопасить себя от кожных заболеваний? Ну, как говорится, здоровым теле здоровый дух. Первое это профилактика. Необходимо следить за общим состоянием организма, закаливания. Кроме этого, соблюдать гигиену, соблюдать правильно питаться, носить правильную одежду, пользоваться хорошей косметикой. наследственный фактор никто не отменял. Если есть предрасположенность к каким-то кожным заболеваниям, то просто надо обращаться к специалисту, чтобы была подобрана правильная терапия для того, чтобы снизить количество рецидивов и продлить период ремиссии. Екатерина, спасибо большое, что пришли. С вами я прощаюсь. Всего доброго, красоты вам и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова